Сегодня субботник состоялся не только в столице нашего региона. Акция это всероссийская. Жители всей страны вышли в этот день с граблями для того, чтобы убрать прошлогодний мусор. Глава Красноярска убирал сегодня в Кировском районе, в сквере завода Сипсталь. Наводить порядок в городе начали еще в конце марта. 10 апреля стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению. Все организации и предприятия переведены на усиленный режим работы. За этот период с улиц Красноярска вывезли больше 700 самосвалов мусора. А сегодня принять участие в большой уборке приглашали всех неравнодушных. Грабли, метлы, ведра выдавали в районных администрациях. У нас в городе много мест, где надо наводить порядок. Этот парк последние годы был запущенным. И то, что мы здесь все вместе наводим порядок, дает основания подумать над тем, что давайте мы сделаем так, чтобы этот парк действительно стал парком. Потому что это на сегодняшний день пока только зеленая зона, запущенная несколько. А хотелось бы ее реанимировать. Здесь строится по соседству большой жилой район. Людям нужно это пространство. Этот сквир Кировского района – любимое место отдыха для многих. Как его убирают, пришел посмотреть и ветеран Великой Отечественной Алексей Иванович Федченко. Говорит, сожалеет, что в свои 92 уже не может присоединиться к убирающим ни с граблями, ни с лопатой. Алексей Иванович воевал на Втором Белорусском фронте, победу встретил на Эльбе. А после 35 лет проработал на заводе Сипсталь. 14 из них был директором. И именно под его руководством здесь когда-то и разбили сквер. Мы организовали посадку этого сада в 1954 году. Здесь были булыжники, песок, заросли, картошку садили. Ну что ж, пороптали наши рабочие, что подальше будем садить картошку. Убрали все это дело и тополя. Тополя – самые лучшие очистители воздуха, который у нас загрязненный был еще больше, чем сегодня. На субботник сегодня пришли люди разных возрастов, спотеваться у всех одна. Сделать родной город чище и уютней. Это наш район. Мы здесь живем. Я вот буквально здесь живу недалеко. Убираемся для того, чтобы было приятно гулять. У меня вот ребенок маленький. Жена выйдет завтра и погуляем всей семьей. Уже в июле специальная комиссия проведет обследование и составит план благоустройства этого парка. А осенью начнутся и сами работы по восстановлению этой рекреационной зоны. Дина Володина, Денис Тимошенко. 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 Продолжение следует...